Всем привет! Дядя Юра делится своими мыслями на матч второго тура группового этапа Лиги Чемпионов между клубами Виктория и Интер. Информация будет полезна пользователям, которые привыкли думать своей головой, а не слепо следовать советам других. Посмотрим, как соперники играли в первом туре Лиги Чемпионов. Виктория с треском проиграла на Компно 1-5, Барселона предстала во всей своей красе и заставила многих с ностальгией вспомнить о временах, когда нынешний главный тренер каталонцев выходил на поле с капитанской повязкой. Виктории просто не было на поле, и гол престижа, забитый гостями в конце первого тайма, можно отнести где-то к разряду случайностей. Интер проиграл 0-2 Баварии, хотя мог и вырвать ничью, но, увы, фортуна не помогла. Анана трудился, не покладая рук, но и он был бессилен против связки Лерой с Анна Киммих в середине первого тайма. Второй гол хозяева забили сами себе, после того, как тот же Лерой Санне завершил красивую комбинацию в одно касание. У Интера было 2-3 реальные возможности, чтобы забить гол, но, увы, реализовать их не удалось. Смотрим, как команда отыграли 10 последних своих матчей. По состоянию на 9 сентября Виктория своим поражением на Компноу прервала серию с 4 побед, 3 из которых были с сухим счетом. Интер проиграл 3 матча из последних 4, поражением 0-2 Интер прервал серию из 7 результативных матчей. Прогноз на исход матча. Фаворитом на эту игру, конечно же, идут гости. Интер находится в неплохой форме, но, увы, перестал играть в надежном обороне. От Лаца, Милана и Баварии на Радзуре пропустили аж 8 мячей. Однако, Виктория будет попроще, поэтому в этом матче гости могут и не пропустить. Ну а забить бы должны, несмотря на то обстоятельство, что Виктория умеет защищаться. В норме здесь должна быть сложная победа гостей, возможно, с минимальным счетом. Тотал голов. Если предположить, что Интер будет владеть инициативой и не даст много шансов Виктории, скорее всего, гости не пропустят. Виктория в норме должна плотно играть в защите, пробить которую будет непросто. В такой игре, за счастье, наверное, будет и один забитый гол. Коэффициент на этот матч позволяет даже взять вариант тотал меньше 3,5 гала. Коэффициент неплохой 1,43. Обе забьют, да нет. Виктория очень давно не уходила с поля в домашнем матче, не забивая гол. Интер очень давно не пропускал на выезде. Возможно, что в этой игре эти две тенденции будут таки нарушены. Виктория очень любит счет 2-1 сейчас. Интер играет еще более результативно в последнее время, но дело в том, что цена победы в этом матче очень высока. Проигравшая команда фактически поставит себя на грань непопадания в весенний плей-офф. Учитывая это обстоятельство, наверное, все же можно рискнуть взять вариант нулевого матча. Подводим итог. Ох, ожидаемый вариант на эту игру победа гостей коэффициент 1,46. Оптимальный вариант обе забьют, нет, коэффициент 1,88. Доходный вариант, точный счет 0,1 на первый тайм, коэффициент 3,25. Как оно будет, на самом деле покажет игра. На этом все. Всем оптимизма и удачи. Будьте здоровы. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!